Привет всем! Достаточно важным показателем для определения спелости фруктов, выросших либо в каких-то больших хозяйствах, либо на своем участке, неважно, является содержание в них сахара. Это содержание сахара мы можем сейчас очень легко определить, потому что появились очень простые и недорогие приборы, которые называются рефрактометры. Вот один из них мы с вами уже распаковывали, вот такой, значит он нам очень здорово может пригодиться в таком деле, как определение процентного содержания сахара. И сегодняшний интерес это сколько у нас содержится сахара вот в таких вот достаточно на вид красных и сладких должно быть яблоках, которые уже провисели у нас практически до сентября, до самого конца, и точно должны быть уже сладкие. Поэтому сегодня мы определим сколько у них действительно сахара. Нам понадобятся любые острые предметы, чтобы добыть, так сказать, кусочек или образец нашего фрукта. И любой ручной пресс, наверное, подойдет, я думаю. Кто-то может руками выдавит. В общем, нам надо всего лишь несколько капель сока из этих яблок, для того, чтобы поместить их на призму и произвести измерение сахара. А сейчас попробую добыть немного сока, и покажу вам позже результат. Ну вот, я взял одно из самых тяжелых таких по весу яблок, потому что думаю, что в нем наибольшее количество сока должно содержаться. И возьму один из прессов, помещу туда несколько, даже одного кусочка хватит. Вот таким вот образом. И попробую выдавить прямо на призму немного сока. Вот рефрактометр наш хорошо умеет вот в таком положении стоять, не падает. Поэтому пробуем давить. Да, что-то как-то сок получится с мякотью. Нет, так дело не пойдет. Сейчас нужно взять еще тогда какой-то фильтр в виде тряпочки, наверное, какой-то лимашечки, для того, чтобы отделить чисто сок. Потому что вот с этой мякотью нам не подойдет сок. Вот при помощи нашего этого пресса надавил немного вот такого пюре на кусочек ткани. Сейчас попробую его вот таким вот образом соединить. И использовать как фильтр, чтобы выдавить все-таки немного нашего яблочного сока. Вот здесь видно, что сок хорошо потек. Даже очень оп-оп-оп, убегает. Вот, отлично. То, что нам, собственно, и нужно было. Распределяем его по поверхности и закрываем нашим стеклышком. Вот, собственно, что и было нужно. Теперь, собственно, посмотрим в наш окуляр и определим содержание сахара в вот этом вот яблочке, которое довисело до конца сентября. Сейчас я сделаю несколько снимков, чтобы вы тоже смогли увидеть, сколько же сахара в этом яблочке. Итак, как вы можете видеть на сделанных снимках, содержание сахара даже в очень спелом яблоке, которое провисело вплоть до конца сентября, и набралось максимальным количеством сахара. К тому же оно еще немножко как бы подсохло, потому что дождей уже достаточно давно не было. Вот, и набрало оно у нас 12, может быть, небольшим там с половиной процентов сахара. Вот, конечно, ему далеко до винограда. Виноград хоть и является кислой по PH ягодой, но достаточно сладкой. Она дает минимум 16, но даже 18. А на юге ей вплоть до 22 процентов сахара. Вот, поэтому вот такой вот результат для красных спелых яблок. Вот, надеюсь, это было кому-то полезно, особенно тем, кто соблюдает там всякие сахарные диеты, вот, и хочет знать содержание сахара в тех или иных фруктах реально. Вот такие опыты для вас могут быть полезны. Ну, а я очистил наш прибор сейчас, и он нам пригодится еще в новых измерениях. А на этом у меня все. Увидимся в новых видео. Пока-пока.